итак всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами находимся во всеми с нами вами с нами любимом магазине который я надеюсь нас сегодня порадует людей много все бегают ой как красиво смотрите опять же не знаю винтажный винтаж но смотрите какая симпатичная колье под винтаж точно кировок никаких нету но посмотрим дальше смотрите очень красивые клипсы тоже маркировок не нашла не знаю даже чего делать с ними вот такие красивые клипсы похоже что винтажные хотелось бы чтобы на них была какая-то маркировка 4 доллара но нет маркировки нету очень много есть вещей которые я когда-то думала покупать не покупать не купила и тоже и кроме меня тоже никто их не купил вот например вот этот кулон помните я его таскала за собой в тележку пластиковые желтые яркие клипсы так что это вот это интересное за 3 доллара ох что-то с потерями непонятно что 5 долларов серьги под шанельку даже и не очень-то под шанельку ну как будто бы оставим такое нам не надо вот этот кулон валяется на полу я его подниму я его думала брать не брать никто его не взял красивый кстати кулон его никто не взял я не взяла почему-то никому не нужен смотрите вот это явно винтажные бусы они кстати есть похоже давайте посмотрим крючок крючки ничего нету стоят они 5 долларов это явно винтаж такое но ничего такого особенного здесь у нас колье похоже на иван иван браслет бабочка с потерей перламутровая брошка интересная какая цепочка под под звериный принт интересного претения 4 доллара клипсы о маркировка читаем фэйси это фикс авеню компании или как-то это довольно хорошая дорогая винтажная компания давайте посмотрим если все на месте цена хорошая 4 доллара ну вот уже очень классная находка вообще товару мало посмотрите видите здесь вообще пусто с краю на совсем плохо стало совсем вы со мной ходите и вы знаете что что просто беда у нас с винтажом хорошо что у меня есть старый запас и есть что вам показывать а так то а так то ничего приличного 8 долларов браслет ну такой вроде на вид приличный но маркировки никакой нет на застежки хотя на вид такой качественный сделал хорошо немножко облезший до брошечка птички и доллара наверно старенькая не нравится не вдохновляет меня какие-то настоящие осколочки с чего-то натурального ну так себе не очень то нечего показывать вот одни клипсы я нашла фэйси дорогой бренд это можно все видели это все смотрели ничего не вижу так смотрите какое колье похоже на винтажно давайте посмотрим если маркировка почему я думаю потому что видите застежка вот такая вот о маркировка есть прекрасно давайте посмотрим поближе на гору забрать континенталь ага очень хорошо сколько она стоит 4 доллара как бывает континенталь все целенько все на месте все камушки берем так здесь что-то красивое-прекрасивое я не знаю что это три бакса смотрите если какая-то маркировок нету но само колье явно винтажно не хватает 1 1 прозрачного страза как жалко маркировок нету здесь что-то залито чем-то как жалко я наверно его оставлю потому что она какой-то сильно сильно потрепана хотя видно что старое видно что очень красиво или взять отремонтировать помыть девочки подумайте за три доллара получится у меня возьму хотя небольшой мастер ремонтах но цена очень хорошая видно что колье старая смотрите какие бусы за 2 доллара нет никакие бусы верну на место вот эту штуковину я видела в прошлый раз и тут еще увидела потом на витрине клипсы к ней но ничего что-то она не нравится вообще броши вообще нет ни одной посмотрите вот я смотрю наверх есть очень красивые запонки например вот такие шикарные запонки но это не моя интересующая особенно запонками смотрите какой красивый кулон он на кожаном ремешке очень качественно хорошо сделан всего лишь три доллара стоит здесь даже вот на на конце вот такой вот аврора приялись и у него есть маркировка батлер ого это очень хороший канадский бренд он потрясающе красиво сделан его кладем в тележку вот вы знаете вроде бы ничего ничего а все-таки что-то я нашла ну конечно не сравнить с тем что было когда-то я помню что я сюда приходила я уходила с мешками реально а сейчас что-то нет так здесь нету браслет симпатичный за 4 доллара маркировок нету но браслет ветер застежка хорошая но не нету маркировок хотя выглядит он красиво может все четыре бак не знаю пока не буду так что это здесь серьги симпатичные но простые вообще посмотрите полу пустой вообще полу пустой и тут сами не знаю что происходит по моему я скоро прекращу свои поиски это кто у нас чикос подождите нет клэрис клэрис это дешевый бренд совсем ну что ж то брошей нет вообще эти клипсы мы смотрели вообще нет брошек когда-то прям так было много ну кое-что мы с вами нашли очень мало конечно очень скоро красивый кулон современный смотрите какой я нашла красивый колье еще тоже похоже на винтаж и давайте посмотрим сколько они хотят за 5 долларов давайте посмотрим если маркировка маркировки нет но она обалденной красоты конечно что-то невероятно я его конечно возьму смотрите какой интересный кулон с цепочками какая интересная застежка тут что-то есть он очень очень легкий 925 не знаю я потом рассмотрю под лупой просто 999 скорее всего это это просто какие-то значки не пробовал стоит он 599 6 долларов не знаю красиво я потом рассмотрел его как и тут внимательно под лупой прочитаю и расскажу вам красивый браслет смешные какие серьги наручники новые кстати ни разу не надеванные но это под хэллоуин как раз тема интересный кулон из 4 доллара маркировок нету никаких но интересный сережки какие-то какие веселые жиленькие но по моему все девочки я честно говоря по моему все же здесь посмотрела ничего особенного нет кое-что я нашла но очень очень мало сейчас еще посмотрю внимательно без камеры если что-то на это интересное то сниму смотрите какой красоты невероятный кулон я не знаю что это такое у него нету никаких познавательных знаков застежка выглядит вот так вот тоже ничего нету никаких ничего стоит он 5 долларов он обалденно красивый просто и он знаете совершенно на вид совершенно новый посмотрите все камушки на месте боже как красиво невероятно что-то невероятной красоты невообразимое так вот здесь что-то еще какие-то бусы прикольные и вот какой-то кулон прикольный довольно тоже даже с маркировкой вы знаете лофт лофт это по-моему энклей компания но он очень интересно так застегивается сколько он стоит 5 долларов даже не знаю брать не брать наверно буду все-таки это совсем не винтаж уж не такой хороший хорошая компания хотя неплохая так здесь какие-то мои мелкие штуки вот такие вот бусы из пластика вот такие бусы вот кулон тоже красиво довольно и бусы под жемчуг вот бусы знаете даже даже наверное винтажные судя по а нет застежка не крючок нет вряд ли скорее всего что не винтажные браслет нарядный как вы думаете винтажные бусы или нет стоит 2 доллара 2 сделаны из застежка вот такая в общем то и современная может быть сделан из интересных бусин наборных таких ведь и каждая каждая бусина она она как бы состоит из вот таких вот отдельных элементов знаете мне кажется что они винтажные хотя бы 70 это точно скорее всего восьмидесятых возьму в тележку подумаю над ними идем в чашки мне удивлять что нету ни одной броши представляете не просто ни одной то есть но вот такой вот я уже видела уже я уже их рассматривала ни одной такой которая в общем-то достойна внимания я бы так сказал вот смотрите браслет цепочка интересный маркировки нету мне кажется он мужской такой большой явно великоват смотрите какие прикольные бусы интересные чего не делаем на ниточках пределами значит стоит они 6 долларов застежка вот такая очень интересная и вот рядышком еще такие же такого типа тоже сделан из какого-то из мелких таких бусин очень очень даже симпатичные смотрите нашла на полу лежал кулон он может быть брошью это кстати тоже отстегивается веселина такой трансформер здесь стоит он 6 долларов из маркировка вот здесь что-то написано кора ничего себе серьезно это кора не кока в этот раз нет на самом деле кора gf goldfield наверное посмотрите какой какая находка он себе так лежал тихонечко на полу никого не трогал я думаю подниму некрасиво чтобы на полу лежала хорошо правильно видите как наводить порядок очень иногда полезно вот ругаюсь ругаюсь жалусь жалусь а кое-что все-таки я сегодня нашла хотя вроде так пусты ничего нету но у меня глаз алмаз так это чё такое тоже какой-то лис клейборн диск лейборн это тоже хорошая компания но кулон сам по себе никакой ничего мне не нравится он просто он стоит 7 долларов ничего себе современный очень интересно вот интересные такие бусы с жемчугами ну немножко такие покоцаны крупные бусы красивое колье с оранжевыми камнями но безымянные нет зима надо 4 доллара стоит очень может даже из какого-то из какого-нибудь валмарка маркировок нет она эффектно согласитесь очень даже эффектно очень даже эффектно как вы думаете что это такое и из чего это сделано это за материал они довольно тяжелые растяжка вот такая вот стоит 5 долларов немножко растрепана вот эта старая нитка судя по нитке они довольно старенькие посмотрите какие здесь слоны какие здесь интересные элементы красивые вот такие бусы они тяжелые довольно очень 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 интересно что уже это такое я пока положу в тележку там посмотрите что здесь происходит пришла женщина полную тележку новых украшений принесла я сейчас дождусь пока она все развесит мы с вами еще пошаримся все таки давайте посмотрим что красивого принесла бабусь вредная бабушка которая всегда очень косо на меня смотрит она развешивать я уже к ней не лезу я знаю что она не любит когда не под руку когда она вешает под руку кто-то смотрит но что делать знаете что я ожидала чего-то большего что она сейчас тут принесет такое всякое а я что-то не вижу ничего особенного из того что какой-то колье без маркировки тоже ни одной брошки она не принесла что-то красиво не маркированную вот что-то красиво за 3 доллара но тоже не маркированную вот она только что все развесила она уже все такое запутано буква м так какие-то бусы она тут нанесла нет что-то по-прежнему несмотря на то что бабушка принесла всякие новенькие вещи я еще и спросила я говорю скажите а почему вас есть какое-то время когда вы вносите или это неважно она ведь обычно утром перед открытием магазина но я вам честно скажу что я видела ее часов десять я как-то приехала она тут бегала со своей тележкой так у меня что-то падает вот так что она не не всегда если просто пораньше приехала она не всегда к открытию выносит сейчас вот то что она принесла если честно вообще какие-то пустые повесила этикетки совсем совсем блин совсем какой-то позор просто короче смотрите какой интересный красивый кулон он не маркирован стоит 5 баксов но он просто необыкновенный что-то мне он напоминает но я его возьму там посмотрим вот такая брошечка за 2 доллара это пластик хотя вот как тяжеленькая ничего интересного что-то шарин это не совсем не фокус 29.99 какая красота wow Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, япония, я это знаю по рисунку и по цене. Япония всегда немножко дешевле ставит за 8 долларов. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, долго искала место, где мне заховаться, чтобы вам показать, что я тут нагребла. Короче, неудачный заход оказался вполне уж таким, не очень уж таким и неудачным. Значит, здесь у меня лежит коробка с этим зеленым украшением. Так, девочки, очень быстро показываю. Две чашки, вот этот кулон. Я не знаю, что это такое, но мне он нравится. Значит, вот эта цепочка очень красивая, с красивым кулоном. Мы видели, здесь была какая-то надпись с очень интересным замочком. Думаю, что это может быть что-то китайское, но я не уверена. Значит, на замке написано 999. Чтобы это не значило, но мне он нравится. Так, вот это колье. Мы с вами обнаружили, что это Continental. Правильно? Правильно, Continental. Вот это колье, которое не имеет никакой маркировки, но оно офигенно красивое. И у него тоже замочек, который может считаться винтажным, вполне. Нету маркировки. Надо еще хорошо, хорошо, внимательно рассмотреть, но оно просто офигенное, просто офигенное. Вот эти клипсы. Мы с вами прочитали, что это FAC. Вот этот кулон, который тоже невероятной красоты без маркировки. Вот этот кулон очень красивый, который оказался маркированный. Кто это у нас? Батлер. Вот эти клипсы. У них есть какая-то маркировка JJG, что-то такое, но они очень какие-то непростые. Я их нашла уже без вас. В общем, классные. Видите, какая-то маркировка вот такая. Не знаю, что-то такое, я их возьму. Вот это колье, которое побитое жизнью. Но мне кажется, что я смогу его привести в чувство. Его просто надо отмыть, и оно стоит 3 бакса. Что здесь с ним такое делали? Чем-то его поливали, заливали. А что у него за... Сколько у него не хватает камушков? Раз. Два. А те, что хватает, тоже такие потухшие. Может, не брать его? Не знаю. Что у него за застежка? За застежка у него обычная, кстати. Не знаю. Может, оставлю? Видите, застежка такая... Не знаю. Уж очень она сильно побитая жизнью, хотя очень красивая. Так, что еще? Что еще я вам не показала? Вот эти бусы интересные. Мне кажется, что они винтажные. А вот это что-то непонятное, но мне очень нравится. Как будто бы какая-то кость или что-то такое. Классное. И вот это я нашла. Такую фигню. Скажите мне, что это может быть? Перламутровая бусина. Зубы-акулы. Я шучу. Вот такие вот бусины. И здесь как-то это очень много всего. Значит, есть застежка вот такая, бочка. Здесь еще что-то прицеплено. И написано, Анна. Рейн. Понятия не имею. Что это? Понятия не имею, если это оригинальная застежка от них. Стоят они 5 долларов. Не знаю, брать, не брать. Что вы думаете? На вид какой-то самопал из Мексики. С курорта люди привезли. Какая-то маркировка я увидела, схватила. В общем, короче, подумаю, посмотрю. Девочки. И я купила из-за прилавка коробку эту с зеленым колье и с клипсами. И еще одни пусы винтажные за 10 долларов. Вы видели. Потом покажу подробнее. Короче, все. Будем прощаться. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Не ожидала, что вообще начну записывать видео, потому что мне сначала показалось, что здесь вообще ничего интересного нет. Все. Ну, тем не менее. Всех любит. Целую. С вами была Дзита. Всем пока. Пойдем.